Всем привет! С вами я, Александр Иванек, и вы смотрите видео обзор смартфона HTC One X. Этот с виду обычный смартфон заслужил звание самой интересной новинки 2012 года, побывавшего у нас в редакции. Спросите почему? Смотрите дальше. Мода на белое снова набирает силы. Это и подтолкнуло нас взять HTC One X в белом цвете. К сожалению, белого стекла пока не придумали, поэтому основная часть лицевой панели всё же чёрная. То есть именно та часть, что прикрыта закалённым стеклом Gorilla Glass. Под этим чёрным стеклом спрятан очень и очень яркий и контрастный HD-дисплей с диагональю 4,7 дюйма. Здесь же, немного ниже, установлены три сенсорных клавиши – назад, домой и диспетчер последних запущенных приложений. Чувствительность сенсоров отличная, плюс фидбэк в виде лёгкого вздрагивания. Вверху под просверлёнными отверстиями расположен разговорный динамик и объектив 1,3-мегапиксельной фронтальной камеры. А где же индикатор, спросите вы? Неужели от него отказались? Никак нет, он есть, хотя вы его и не видите. А вот и он. А вот так работают датчики приближения и регулировки подсветки. Поехали дальше. На торцах видим отверстия под микрофоны. 3,5 мм для наушников любого калибра, начиная от самых обычных любительских и заканчивая профессиональными, требующими дополнительного питания. Теперь о кнопочках. Это отвечает за включение блокировку. А это не что иное, как выдвижной слот под сим-карту. Чтобы открыть ларец, придётся воспользоваться забавной штукой, похожей на ту, что используют в больницах при заборе, крови, с пальца. Чтобы не перепутать с онной, HTC-шная имеет соответствующую надпись. Ну а если под руками нет таковой, не расстраивайтесь, воспользуйтесь крепкой. Эти пять контактов для связи с докинговой станцией. А эти отверстия в количестве штук этой 30 сделаны для того, чтобы оповещать о входящих звонках и хвастаться новыми песенками перед друзьями. Справедливости ради отметим, что для того, чтобы не пропустить звонок, лучше всего вместе со звуком использовать фибровызов, а друзей выбирать не сильно шумных. Этот кратер вулкана создан для того, чтобы от одного взгляда на него становилось ясно. Здесь всё непросто. Здесь скрыто что-то экстремальное. Эта экстремальная обладает 8-мегапиксельным BSI-сенсором, то есть сенсором со обратной подсветкой. Без него теперь никуда. Чуть было не забыл. Вот вам практически пианинная клавиша регулировки громкости и крохотное отверстие под microUSB. Для чего он уверен, вы знаете. И вот наступил момент, когда надо покрутить смартфон в руках. А вдруг будет скрипеть и постучать ключами по закалённому стеклу, имитируя тем самым самое, что ни на есть, настоящие условия эксплуатации. Не скрипит и не бьётся, зато прогибается и царапается. Не спрашивайте, как нам это удалось. Ещё одна жизненная ситуация. Вы в маршрутке. Одной рукой держитесь за поручень, а второй неспешно достаёте из кармана дорогой смартфон. И обязательно медленно смотрите, кто же там звонит. Финалом сцены будет ответ на звонок. Алло. Вторая ситуация. Вам никто не трезвонит, но вы опять в маршрутке или метро. И хотите продемонстрировать свой высокий статус, доставив из широкого кармана здоровенный белый телефон. Есть. Теперь с ним надо что-то делать. Давайте узнаем, как погода. Для этого, хорошенько натренировав пальцы дома, расставляем их таким образом, чтобы нижний выступал в качестве опоры, а большим снимали блокировку. Вуаля. Просто. Не продали. Первый. Первый. Оба первых на чипсете NVIDIA Tegra 3. Первый среди планшетов, первый среди смартфонов. Круто, правда? Тогда спешите, ведь на пятки им уже наступают чипсеты от Qualcomm, Intel, Texas Instruments, Exynos и даже малоизвестные, но уже перспективные HiSilicon. Сердцем смартфона стал чипсет с четырьмя ядрами, по полтора ГГц каждая, плюс еще одна ядришка с частотой 500 МГц. Работают они посменно, когда маленькому тяжело, на помощь приходят те, что побольше, а когда совсем плохо, в игру вступают все четыре, но дабы не перетрудиться и оставить хоть что-то на закуску, их частота уменьшается до 1,3 ГГц. Быть может, если бы технология производства NVIDIA Tegra 3 была более совершенной, а не 40 нанометровой, и на закуску оставалось бы больше. А пока, хотите хардкора, не ждите рекорда времени работы. Если вы считаете себя взрослым, потому что не играетесь в игры и не смотрите видео в общественном транспорте, не льстите себе, это не показатель. Показатель, когда смартфон работает сутки. Такие фокусы ему по силам, если использовать исключительно синхронизацию данных, почта, социальные сети, расшаривание фоточек, смс-переписка и, конечно же, телефонные звонки. Именно такая схема эксплуатации встречается чаще всего. Спрашивается, а зачем тогда четыре ядра? Да. Отвечаем. Для того, чтобы почувствовать себя спокойней, зная, какая мощь подчиняется вам. Наверняка вы не раз слышали дифферамбы в адрес HTC Sense. Вполне возможно, даже не только от нас. Если это так, тогда ничего нового в этом разделе вы не узнаете. Если же вы впервые открываете для себя мир Sense, тогда милости просим. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 4.0, HTC Sense 4.0. Совпадения? Никак нет. Дабы производителю не было стыдно перед командой разработчиков из Google за столь кардинальное изменение интерфейса, свою оболочку они обозначили тем же индексом. Как говорится, от Android здесь одно название. Начиная от экрана разблокировки с его ярлыками быстрого запуска и заканчивая установкой виджетов на рабочий стол. Все просто, все красиво и наглядно. Ну а чтобы время от времени напоминать о том, что у вас в руках не ВП смартфон и тем более не iPhone, кое-кто может присмотреться и даже попытаться заметить свойственные этой операционке подтормаживания. Видите? Я нет. Но мы это знаем, вы обязательно их найдете и укажете, на какой секунде видео смартфон тупил, а Android не что иное, как отстойная операционная система. Результат работы вот этой штуки заставляет поверить вас в то, что в ваших руках находится устройство для получения не только морального, но и эстетического удовольствия. Так оно и есть, если не видите результаты на экране монитора. Матрица с обратной подсветкой и количеством пикселей в 8 миллионов. Все они могут использоваться как для получения статичных картинок с разрешением вплоть до 8 мегапикселей, так и динамических с частотой 30 кадров в секунду и разрешением 1920 на 1088 точек. Хоть на 8, зато больше, чем у других. А нет, первыми были LG с их LG Optimus 2X и точно таким же разрешением записи. Скучно? Хотите развеселить окружающих? Сфотографируйте кого-нибудь рядом и покажите, каким его видите вы через видоискатель смартфона. Если вы собрались снимать блокбастеры, предлагаем оценить качество на следующих видеопримерах. Ну а хотите заделаться корреспондентом, тогда вам помощь скорострельная съемка. А вот, собственно, и результаты работы. Открылась тайна, почему мы считаем HTC One X лучшим? Нет? Тогда читайте наш текстовый обзор. А пока вы читаете текстовый обзор и смотрите видео, мы продолжаем наслаждаться ярким экраном, приятным на ощупь поликарбонатом, смотрим несконвертированное видео и балдеем, слушая музыку, в промежутках продолжая писать письма и смотреть любимые сайты.